Ну вот смотрите, с параллельными мирами в действительности каждый из нас сталкивается в жизни неоднократно. Просто на это обычно не обращают внимания, ну или не могут как-то объяснить, или там объясняют какими-то вообще фантастическими причинами, но в реальности это как раз параллельный мир, его проявление. Ну вот, например, всем стало сейчас, в общем-то, известно об эффекте Манделы. Манделы – это южноафриканский президент, который, значит, сидел в тюрьме, да, и вот одни именно в южноафриканской республике люди думают, что он и умер в тюрьме, а другие говорят, что нет, его выпустили, и он был президентом. Страна разделилась на два лагеря. Одни так думают, другие так. Но у нас в психологии есть такое понятие искрения памяти, да, но не может быть искрения памяти у разных людей, да, они живут все в одном месте, но разные представления при этом. И это, ну, как бы никак в науке объяснение не получило. В реальности немножко надо пораньше начать, издалека, так сказать. Ну, и у нас вот только три известных атрибута, которые нам разрешено знать. Это пространство, время и движение. А в реальности атрибутами является и жизнь, и память, и вообще божественность, и размножение. У нас миры, они размножаются, они ведутся, как, в принципе, живые существа. События, повторяющиеся, да, если вот вы посмотрите себя даже каждый год в один и тот же день, практически тут одни и те же события. И они, как бы, похожи друг на друга. И даже, вот, работают уже ученых, показали, что не только у людей все одно и то же происходит, ежегодно в одно и то же время. Но даже микробы под микроскопом двигаются по одинаковым траекториям, именно повторяя то, что было год назад. И вот если у нас 30% несовпадений событий, которые были, вот, ежегодно, да, возникает, если такое, то возникает деление, деление мира. И появляются планеты делятся, и люди делятся, и леса, и города, ну, вообще все. У нас, во-первых, ну, когда неправильно происходит такое деление, возникают новые города, да, но они имеют те же названия, что, в общем-то, с кого они делились, ну, бывают сбои. У нас тут больше сотни городов имеют одинаковое название. Ну, например, у нас Брест, да, и во Франции тоже Брест. У нас, значит, Кашира под Москвой, да, и Кашира на юге тоже Кашира. Ну, таких много совпадений. Ну, я же там молчу, там Москва, там Питер, их вообще много, Александрия, их вообще очень много названий. И люди то же самое там оказываются, которые разделились и там живут. Но они-то воспринимают себя как, ну, нормальные, да, ну, поменялось что-то там в пространстве. И самое интересное, что у нас-то еще во времена, когда было КГБ, известно около пяти тысяч дел о двойниках. Это когда вы приходите домой к себе, а вы уже там есть. И паспорт у этого человека такой же. И знает он все про вас, потому что он вы. Он разделился, но не вы, не изменилось его местоположение по какой-то причине. Это вот как раз и в момент деления происходят такие вещи. И бывает еще, когда миры эти пересекаются. Вот, например, космонавты, да, когда они вылетают в космос, да, они, правда, об этом не рассказывают их, потому что дисквалифицируют сразу же. Но в колорах они говорят о том, что помимо ихнего корабля несколько сотен еще других кораблей, подобных его кораблю. И более того, в иллюминатор смотрит он же. Размножились, повторяется, но они эти миры не пересекаются. И вот самое-то интересное, что у нас вот появляются когда двойники, описание конкретного человека, он появился, но пришел на работу, он все его, конечно, знают, все его узнают. Вот, вернулся домой же, жена говорит, кто вы? Он говорит, ну как, я же твой муж. Нет, вы говорите, что-то крутаете, я вообще не замужем. Вот, то есть, и вот он так вот мучился, а ему некому рассказать. Никто ведь не верит. Вот, и люди такие вот, они вынуждены скитаться там или еще как-то. Ну, короче говоря, они этим миром не принимаются. Это явление связано с таким явлением, как Крустенговер. Крустенговер – это вообще биологический термин. Это когда ДНК обменивается с другим ДНК, но другая хромосома обменивается участками генов. Это явление получило название Крустенговер. Такие миры тоже могут обмениваться, когда возникают одинаковые события. И в том, и в этом они идут одинаково, и есть зеркало. Вот почему многие, которые, ну, крутые, я имею в виду, как только зеркало, большое зеркало где-то в помещении, они стараются туда не попадать. Особенность зеркала, которые друг напротив друга. Ну, вы знаете, это устройство для питания, потому что видим, мы действительно видим параллельный мир в этом случае. И поэтому, когда возникает вот такая вещь, человек может попасть в тот мир. Ну, в этот же мир, или они обмениваются, он попадает. И каждый человек, в принципе, сталкивается с этим явлением. Ну, например, вот смотришь фильм, да, вот, ну, вот я смотрел там, допустим, фильм, я помню, что фильм мочился, ну, таким вот образом, героя убили, да. Тут смотришь, герой живой. Или, допустим, у меня был случай, ну, у меня была школа, в школе я там, ну, писал, что вот какие-то ссылки на нее, да, вот. Вот, и мне надо еще закончить, там сколько-то там все осталось дней. И потом я смотрю в компьютере, у меня уже школа кончена. Я ее не кончал, я помню, что я не кончал. Это вот такие вот случаи. Или там, допустим, книжки, то же самое. В одной, вроде та же книга, да, а написан совсем другой текст. Потому что в другом мире там все по-другому получилось. Вот эти вот ситуации, какие-то изменения происходят, но они незаметные. Вот чтобы этого не было, у нас раньше, начиная с детского возраста, детишек приучали писать. И следить за тем, чтобы все вот эти события повторялись. Потому что если много размножится миров, ну, в одной точке пространства, может возникнуть то, что может разрушить все это хозяйство. И поэтому надо стараться, чтобы вот этих дней не происходило. Ну, у нас, значит, на это сейчас никто не обращает внимания. Дневники уже раньше, если писали, вот в 19 веке еще, в годы советской власти дети писали, дневники взрослые писали тоже. Ну, и сейчас они даже и не знают, если пишут, то как просто генетическая память. А зачем они пишут, непонятно. А вот писалось только для того, чтобы не было вот этих лишних событий, чтобы всегда было одно и то же. Потому что год должен быть похожим на предыдущий год. Ну, и потом, почему вообще у нас такое вот строение? У нас вот миров в реальности параллельных не один вид, их много. Ну, например, угловые миры, так называемые. Был такой физик, Роберт Вуд, он обратил внимание, что если делать кольца дыма, пиросный дым, делал барабан и пускал кольца. Ну, наполнял его дымом и пускал кольца в отверстия. Так вот, если они идут, значит, друг на друга, да, эти кольца, они работают, как бильярдные шары, они отталкиваются друг от друга. А если их под углом пускать, они проходят сквозь друг друга, как будто их нет. И вот на этом цепи, в принципе, построены все угловые миры. Вот у нас в плоскости эклиптики, в которой лежат и планеты, и галактика, Галактика, ну и все там галактики, все в плоскости эклиптики. Как только она меняется, мы уже не взаимодействуем. Поэтому в данной точке пространства может быть, ну, если там взять, значит, у нас все вот эти углы, ну, порядка 10 тысяч вот этих пространств параллельных. Эти все параллельные пространства, они почему назвались космосом? У нас космос и вселенная – это два понятия разных. Космосом называются все параллельные вселенные. И космосом связано с понятием осмос, то есть с проникновением. Осмос переводит вас в проникновение. Вот вселенные, они могут проникать сквозь друг друга. Ну и космосов тоже оказывается много. То, что есть параллельные космосы, которые тоже проникают сквозь друг друга. И там дальше идет цвет, да, а цвет тоже их не один. Их тоже множество, которых параметры, то есть много параллельных космосов, много параллельных цветов, и это все мироздание. Ну и мироздание тоже может быть разным. То есть этот, там мы просто дальше не знаем, может быть, и дальше идет. Помимо мироздания еще что-то. И помимо вот этого угловых миров, есть еще миры, которые, ну, можно назвать их перпендикулярные. У нас вот можно привести к одной точке три перпендикуляра, мы это знаем, да. А в действительности теоретически мы можем бесконечно просто проводить этих перпендикуляров. Ну, правда, есть там гипотезы, что больше шести нельзя. Но у нас ведь ограничения только в наших мозгах. В природе ведь нет ограничений. И, короче говоря, частотные миры, да, временные миры. Вот временные миры чем отличаются, допустим, от нашего мира? Дело в том, что вот когда происходит изменение вращения вот этих элементарных частей, циатомов, там, молекул, у них, ну, как гироскоп, у гироскопа, если изменить или ускорить его, у него меняется ось, угол оси меняется, и поэтому гироскопы он может выпасть из этого мира. Ну, у нас атомы молекулы, это же все гироскопы. Вот, и они, в общем-то, выпадают. Все временные миры, у них линейная скорость, угловая может быть любой. Линейная скорость, ну, то есть, это скорость как раз самой этой поверхности вращения, да, она должна быть одна и та же. Если она другая, эту частицу ее вытолкнет этот мир, она не будет взаимодействовать. И поэтому они хоть и рождаются здесь, эти, с разными скоростями и линейными, они выпадают из этого мира. Только то, что попадает в наш мир, это вот временные миры. Вращение вокруг нашей галактики, да, центра галактики нашей Солнечной системы повторяет, в принципе, события, то же самое, как год повторяет события, то же самое и галактика, она тоже повторяет события. И поэтому и прошлое, и будущее, и настоящее, они не существуют одновременно. И у нас были в свое время, в том же 19 веке, машины в времени. Ну, например, то же самое кола, да, двуколка, одноколка и просто кола. Ну, сейчас нам писают в этих исторических всяких сообщениях, что это одно и то же фактически на рисунках, но названия просто разные. В реальности кола, старорусское название, и понятие – это жизнь на том и на этом свете. И кола – это действительно путешествие в прошлую жизнь, в позапрошлую жизнь. А кола вообще по всем жизням может путешествовать. И можешь путешествовать по этой хронике. Ну, у нас сейчас хроника, говорят, и похоронить, откуда слово идет, да. Но в реальности хроника – это вот как раз весь тот круг нашей Солнечной системы, где как кванты существует наш мир. Ну, то есть это хроника. Мы можем переходить от одного кванта к другому. Потому что разная скорость линейная у наших вращающихся элементов. Есть еще, так называемые, фрактальные миры. Вот фрактальные миры, они описаны, когда у нас появляется из фрактального мира какой-то летательный аппарат. Вокруг него, если вы туда к нему приближаетесь, вы уменьшаетесь в росте. У него поле мощное, у этого объекта, который к нам попал. А идете обратно, опять становитесь такими же большими, ну, как мы сейчас. Таких вот, когда приземление происходит, они описаны, их не одно такое. То есть из фрактальных миров тоже к нам приходят. Или, допустим, частотные миры. Частотные миры, астральные, ментальные, казуальные миры, они все отличаются частотой. Ну, как вот вода, например, воздух. И мы, да, твердые предметы, мы можем сквозь воздух ходить, мы можем сквозь воду ходить. То есть, а также частотные миры, мы можем, ну, для нас они более как бы разреженные, мы можем сквозь них проходить, наш мир проходит. Но они, в общем-то, тоже имеют такую же абсолютную структуру. Там тоже и атомы, и молекулы, и элементарные частицы, все то же самое. Только они другой плотности. Ну, как вот, у нас же все же плотность определяется, да. Дальше, значит, скопированные миры, они ведь тоже отличаются какими-то хронологическими параметрами. Они тоже существуют здесь. Ну, вот Китежград, допустим, да, вот он в Светлояре затонул, исчез, и якобы там возникло озеро, да. И до сих пор там слышны колокольный звон, там, разлуки, ярмарки и так далее. Китежград не один у нас на земле. Там, где происходило вот это исчезновение, они периодически как бы возникают. И вот у нас миражи, была даже книга такая, миражи, очень красивые фотографии этих миражей. Но я тогда просто неожиданно как бы увидел эту книгу, и у меня не было денег ее купить. Ну, смотри, все деньги стоило. Вот. Ну, и она ушла. А сейчас ее нигде нету. Потому что это, в принципе, строение мира. Нам ведь нельзя знать, какое строение мира нас окружает. И, в общем-то, каждый человек, он встречается с этими параллельными мирами. Ну, и с миражами подчас происходит перемещение в этот мир, размноженный, но наш мир. Что такое время? Время – это как раз вот когда вращаются вот эти наши элементарные частицы быстрее или медленнее. Поэтому, если там начали они быстро вращаться, они быстрее уходят в будущее. Там быстрее события идут. А если медленнее, значит, они как бы отстают от нас, они в прошлое. И мы попадаем то в прошлое, то в будущее. Но чаще как раз в то же самое время. То есть там особо изменения не происходят. И, в общем-то, я уверен, что большинство из нас, большинство людей в этих мирах, в общем-то, бы бывало. И те события, которые они не могут объяснить, как раз связаны с параллельными мирами. Ну, и у нас ведь в русском языке остались вот эти все направления. Ну, мы только право-лево, вниз, вверх, вперед-назад знаем, да? А там есть Ашуэ, Адэсная. Это тоже разные направления, которых мы сейчас не видим. И их у нас таких направлений в русском языке девять. То есть у нас, в общем-то, получается, что наши предки об этом знали. И потом ведь у нас, то, что у нас, в общем-то, уже еще в девятнадцатом веке был высокий уровень нашей культуры. Говорят, например, такие факты. Нам же рассказывают, что, допустим, тот же Тургенев, там, он заятый охотник, мы знаем. И он каждую субботу ходил на охоту. А он жил то в Париже, то в своем имении, который под Тулой. Расстояние две с половиной тысячи километров. Если они ездили на лошадях, как нам говорят, лошадь за день сто километров проходит. Получается, что двадцать пять дней надо только до Парижу доехать и двадцать пять обратно. Ну как он каждую неделю мог ходить на охоту? Значит, он ездил, а у нас пролетка летает, да? Драндулет тоже лет. Корень тоже летающая. И вот таких названий у нас много, которые как раз характеризуют летающие повозки. Они летали в Чайковской. У него имение было в Тверской области. А он в Питере там тоже давал концерты. Каждую неделю и по разу. Ну и как туда понимать, как он там в своем умении жил? Тоже двадцать пять дней туда двадцать. Можно на это потратить. Да, нестыковок очень много, к сожалению. Ну и наоборот, к счастью. Что говорит о том, что у нас цивилизация в пятнадцатом веке еще была на очень высоком уровне. Но потом возьмем Каррешу, Тор написала, описала всякие планеты, где на какой планете, кто, какие народы жили, что они себе представляли, какая культура, какие там характеры и все прочее. Это девятнадцатый век книжка издана. Мы ее даже издавали. Поэтому, в общем-то, если говорить о параллельных мирах, они существуют. Просто для нас они не существуют. Но от этого, что нам кто-то говорит, что их нет, они от этого не перестают.